Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 мая. Сегодня я хочу рассказать о различных схемах посадок. И кто смотрит уже несколько лет мои видеоролики, они видят, что у меня на протяжении всех этих лет была одна и та же схема посадки. Но я не говорю о расстоянии между лунками, а было так. Заходишь в теплицу, вот центральная дорожка, справа две грядочки и слева две грядочки. И сколько бы меня люди не уговаривали, что удобнее, когда посредине одна широкая грядка, а по краям вдоль стенок две узеньких. Я никак не могла перейти на этот способ, ну на другую вот эту схему расположения томатов, потому что мне казалось вот так привычнее, так удобнее. Вообще изначально было удобно очень, потому что я тут шланги таскаю, когда еще не было капельного полива. Я вот сейчас, рано весной, когда высаживала, у нас еще не было ни бочек, ни вода не работала. Ну короче, мне было удобнее центральная вот эта дорожка. Но в этом году меня принудительно, прям просто как, можно сказать, не по моей воле, в новой теплице перевели, изменили мне схему посадки. Как это произошло, я сейчас вам расскажу. Ну вы, наверное, уже поняли, что я имею в виду вот эту новую теплицу. И внимательные зрители, наверное, обратили внимание, что у меня здесь совсем другая схема расположения. Та самая, про которую мне много лет говорили, что должна быть справа узкая, слева узкая, а посредине широкая, вокруг нее дорожка. Сделано это все не по моей воле. Вот я считаю, что уральская усадьба перевела меня принудительно. Что это значит? Это значит, что у них вот в конструкции теплицы уже изначально, как бы заложено или как сконструировано вот эта тросовая система подвязки, которая подразумевает именно вот таких четыре троса будет натягиваться. Один вот так вот здесь, один здесь и два по центру. Мы, конечно, до этих тросиков еще не дошли. И это будет муж делать вот на эти праздники, на следующие, на 9 мая. Я, конечно, не буду там под крышей лазить эти тросы натягивать. Я еще даже не интересовалась, как они будут расположены. Но факт остается фактом. Свершилось. Перевели меня на вот такой, как бы, более распространенный способ расположения грядок. То есть будет в центре одна широкая, вокруг можно будет вот так вот ходить, тут вокруг этого квадрата, а здесь будут две таких. И многие люди говорят, что так проще ухаживать, особенно пожилым людям, чтобы мне туда не карабкаться, там по этим, ну, вправо и влево, где у меня там маленькие тропиночки-то. Здесь можно подойти этот ряд обслужить, подойти этот ряд обслужить. А тут можно вообще круги нарезать, можно с этой стороны подойти, можно с этой. Короче, тут более доступны будут томаты, и не нужно будет куда-то тянуться. Многие сейчас спрашивают, когда я там высадила, у меня в центре дорожка, а справа и слева широкие грядки, все спрашивают, как вы туда дотягиваетесь. Ну как, я туда прям залазию вся, в этот короб, и по дороге потихонечку хожу. Пишут уже, что вы там корни повредите, все. Ну и томатам придется потерпеть мое присутствие. Я туда залажу не так часто, но один раз, может, в две недели, чтобы там общипнуть пасынки, и все. Как будет в этом, в этой теплице, буду, конечно, вам показывать. Для меня этот опыт нов. Естественно, придется вешать вот эти веревочки-шпалеры, придется как-то их крутить, помидоры вокруг. То же самое, что теплица такая огромная, дорогая для меня впервые, первый опыт. У меня все были те, которые уносило ветром, которые складывались под тяжестью снега. Теперь будет теплица вот такая, как монументальная. И будет у меня здесь тросовая система подвязки. Впервые в жизни я буду выращивать тут томаты на шпалерах. А ручонки так и тянутся, побежать и воткнуть колышек. Вот они сейчас уже большие, уже вот так покачиваются ветром. Так хочется их привязать ниточкой к деревянному колышку. Сил нет, но я держу себя в руках. Вот скоро будет выходной, муж у меня все здесь натянет, навешиваем веревок. И я, как говорила, что я с веревками, как муха в паутине, запутываюсь. Буду нынче все лето путаться, как мушка в паутине, в этих ниточках. Но надеюсь, что смогу перестроиться. Все, до свидания.